Итак, снова здравствуйте, это снова курящий из окна, и я надеюсь последняя, 39-я серия по Half-Life 2. Но вполне возможно, что с моими умениями в этой игре то и не последняя. Надеюсь, что повезёт, я пока что постарался сделать такой эпичный вступление к этой серии. Ну, не знаю, не знаю. Мы только что завалили страйдеры, это только что было почти неделю назад. Ну, неделю, но может быть почти. Ладно. Я примерно понимаю, что нам надо делать, хотя, конечно, не хотелось бы этого делать, потому что, чувствую, скоро будет довольно интересно. И я играл в Half-Life 2, когда она только вышла. На пиратском диске, на всём остальном. Но я не проходил её до конца, я не сумел забить самого последнего босса. Так что будем надеяться, что сейчас у меня это получится. Ну и даже оставим себе последний шарик про запас. Так... Что-то происходит. Даже... Ой, ё-моё, я абсолютно забыл, что они взрываются. Ну, вроде как, он не наносит мне урона. Да, загрузка. Я хотя бы это всё записываю. А то будет очень обидно пройти Half-Life 2 в самый последний раз и... Вернее, в самый первый раз, в самый эпичный раз. И не суметь этого сделать. Так, берём. Я очень надеялся на то, что мне дадут всё-таки восстановить жизнь. Делаем контрольное сохранение, из которого мы будем восстанавливаться каждый раз, если что. Хотя, похоже, нет. Похоже, нас повезут ещё разок. И главное теперь не промахнуться. Или всё-таки надо пройти мимо этих штук. Дайте попробую. Чё-то у меня в сериях постоянно дайте-дайте. Но, действительно, не давали бы мы, вы мне всё это делать своими просмотрами и своим интересам. Хоть каким-то. Ну, хоть каким-то, потому что у меня не по 100 тысяч просмотров. Но каждая всё равно дорого. Ладно, поехали. Надеюсь, получится. Не, не получится. Может мне с другой стороны в него надо залезать, а? Да, похоже. Эм. Ну, снова меня лишили подвижности абсолютно. И, похоже, что-то ещё и сломалось. Я никуда не еду. Что вообще происходит, а? А, у нас тут пробка. Регулировщика нету. Ой-ё. Да, мне сказали в комментариях к 38-й серии, что эти существа называются сталкеры. По крайней мере, так о них говорится в игре Гаррис Мод. Там они так называются. Я даже знал перед записью, что они называются сталкеры. Главное, не пропустить бы ничего, а? Ничего интересного. Наверняка я ведь пропущу и чего-то не замечу. Нас фотографируют на паспорт. Да, не назвал их сталкеры, хотя знал это. Это просто потому, что в игре не говорится, что они сталкеры. Ни разу в жизни я этого здесь не видел. Так, фонарик. Да, фонарика у меня по-прежнему нету. Меня вообще везёт чёрт знает куда. Вот это заставка из заставки, которую я показывал в одной из серий. Не помню, 35-й, может быть, 34-й. Я там начинал серию не с самой игры, а с заставки. Потому что меня эти провода как-то довольно сильно напугали. Эм. Вот это вот кто ползёт вообще непонятно. Это скорее всего существа из первой части, хотя, наверное, и нет. В первой части было что-то похожее, но они там рисовали абсолютно других тварей. Эй, я хочу с вертолётиками. Или всё-таки делать это без юмора. Делать это посерьёзного, типа. Сейчас нас будут убивать. Ну или мы. Долго едем, долго. Это, конечно, замечательная отсылка к первой части, где мы в самом начале ехали долго. Уж не знаю, в конце мы ехали долго или нет. Я не проходил первую часть Half-Life 2 целиком. Естественно, я в неё играл, потому что у меня был компьютер, когда Half-Life 1 была ещё популярной. Ну, вернее, она была не ещё популярной, она была вообще крутой, но вот почему-то меня не тянуло. Она мне казалась какой-то очень страшной. Когда в первый раз на меня из вентиляции выскочил Headcrap, мне показалось, что это немножко не моё для моего того возраста. Тёмная энергия. Последняя глава. Даже не глава, а такое вступление, можно сказать. Я уже потерялся, где низ, где верх. Ой, у нас отбирают последнее оружие, но наверняка нам его ещё вернут как-то. Потому что, ну, не может же быть, чтобы нас вообще. Ой, здравствуйте, тётя. Я забыл, как тебя зовут. Возьми меня. Не сопротивляйся. Бесполезно. Ты ничего не сделаешь, пока не окажешься, где он хочет. Простите, Гордон. Эээ, меня несут? А, ну да, меня везут на тележке. Но что я видел, Брин, тоже не выразишь словами. Геноцид. Неописуемое зло. Боже ты мой. Так-так, это же Гордон Фримен. А вот как тебя зовут, я уже забыл. Что это? Положи сюда. Весьма признателен вам, доктор. Сначала вы привели меня прямо на порог дома старого друга, а теперь изволили явиться сами. Если бы только довелось знать, что вы сами заглянете в мой офис, я бы вовсе не стал утруждать себя поисками. Контроль над вами обоями гарантирует мне возможность диктовать любые условия сделки Альи... Ха-ха-ха-ха-ха. Доктор Брин. Уоллес. Да, Джудит, что такое? Мы делаем это для того, чтобы Илай жил и мог продолжить исследование. Благодаря тебе мы располагаем всем, что необходимо. Ты более чем способна завершить исследование сама. Не в наших силах лишь одно. убедить этот уличный сброд прекратить бессмысленную борьбу. Меж тем, Илай отказывается сказать слова, которые спасли бы их. Спасти их? Ради чего? Илай. Если ты не желаешь встать на путь разума ради всех людей, то, может быть... Кто там стонет? А, Алекс. Алекс, милая. Папа. Гордон? Нет. Черт тебя побери, Брин, отпусти ее. Тебе решать, мой любезный друг. Позволишь ли ты своему упрямому невежеству погубить целый вид, или дашь дочери шанс, которого не было у матери. Не смей даже упоминать о ней. Алекс, дорогая, у тебя глаза матери. Но характер упрямый, как у отца. Я даже не сталкивался. Неужели? Что ж, посмотрим, пригодится ли он тебе по ту сторону портала. Давай, Брин. В худшем случае ты можешь отправить нас обоих через твой портал. Ну, вряд ли самое худшее. Но, оказавшись там, вы вряд ли в это поверите. Это не нужно. Согласен. Это бессмысленно. К счастью, сопротивление продемонстрировало готовность принять нового лидера. А он, в свою очередь, готовность быть послушной пешкой в руках хозяев. Ну как, доктор Фримин? Вы когда-нибудь мечтали о более выгодной сделке? Гордон никогда не пойдет на сделку с вами. Я понимаю, вы не хотите обсуждать это в присутствии друзей. Я отошлю их, и мы сможем поговорить открыто. Не вырывайся. Пап, прости. Алекс, милая. Джудит, что же ты делаешь? Мы делаем то, что я не могла сделать сама. Мы останавливаем тебя. Да. Охрана, сюда. Да, Джудит оказалась молодец в самом конце. Они знают, что ты их предала. Они отомстят. Джудит, доктор Мослин, пожалуйста. Твое время вышло. Ну убей его прямо сейчас, и у нас не будет финальной битвы. Быстрее. Папа, держись. Дура. Он даже не может эту штуку удержать в руках. Ой, йоу. Я надеюсь, в этом месте я не мог ничего сделать. Так. В общем, вы на меня снова обижаетесь, но давайте за ним погонимся! Нет, не догоним. О нет, не волнуйся, обомерила. Нет времени, Алекс, он на пути к порталу. Тебе это пригодится. Хм. Уилая, раньше была одна нога, или это с ним уже здесь успели что-то сделать? Присмотри за отцом. Не волнуйся. Папа, я не прощаюсь. Ни за что. Давай, Гордон, пошли. Молодец. Мы пойдем втроем, потому что вдвоем мне страшно. Интересно, это статуя этого... Я уже забыл, как зовут главного злодея этой игры. Со мной это бывает. Мы друг друга мало знаем, но ты не обязан был это делать. Я-то должна была спасти отца, а ты... Ну что ж, спасибо, что пришел ко мне. Эй, вы меня, кстати, простите, я все-таки загружу предыдущее сохранение. По-моему, это было в этом моменте, если я не ошибаюсь. Просто я не побегал по той комнате. Так, да-да-да, они убежали. Я снова беру этого товарища, правда, в этот раз левого. Я просто хочу саму комнату поизучать. А то она меня зовет, и... Я как бы иду на автомате. А может быть, здесь есть что-нибудь интересное? Я как-то даже не уверен, что многие ее осматривали, потому что, естественно, события развиваются, и всего этого хочется. У меня вообще нет оружия. Не могу сказать, что меня это сильно радует, но и не сильно расстраивает, потому что, я точно знаю, что от меня ничего пока что не хотят. В окне происходит нечто довольно странное. Там какой-то... Вообще, больше всего мне это напоминает какую-то печатную плату от компьютера. Немножко растрированную, немножко размазанную, но, возможно, это показывается как город, который там лежит. Только какой-то очень невыпуклый. Ладно, посмотрели на закат. Теперь уже можно идти, но все равно я не пойду один. Ай, хотел второго еще взять, не успел. Ну и да, мы движемся вперед. Как всегда в самых замечательных играх, Видимо, самому главному злодею тоже становится далеко нехорошо. Он сам не рад тому, что это надо делать. По-моему, такая же ситуация была в Докторе Кто. Да, он, кажется, и понятия не имеет. Да, я могу сломать все эти компьютеры. Да, ё-моё. Или не могу. Выйти туда я по-прежнему не могу. Да, хорошо, конечно, еще бы знать через что. Хм, все бы вопросы решались так быстро. Да, костюм я зарядил еще до этого. Я сюда даже вошел, не потратив ничего от костюма. Буду. А, да, не успел договорить мысль, Что в Докторе Кто примерно тоже было, Когда там кого-то вдали, Ко превращали к какого-то злодея или еще чего. Я сам не помню. Давно не смотрел. Ну вот, мы движемся на самую финальную битву. Хотя, может быть, она еще и не начнется. Я все это смотрю как в первый раз. Я не помню, будут ли здесь солдаты. Но я помню, что это уже по-любому должен быть конец. Да. Это Доктор Бримен. Вот он. Доктор Бримен, я бы не советовал вам там оставаться. В момент синапса, как только я телепортируюсь, Эта камера наполнится смертельно опасными частицами, Название которых еще не придумано наукой. Быть может... Я назову их вашу честь, если найду время. Это спасет вас от полного затвения. Когда наступит коллапс сингулярности, Я буду очень далеко. В другой вселенной, если быть точным. Вы же к тому времени будете уничтожены всеми возможными, И даже некоторыми невозможными способами. А, где комбайны-то? А, вон они, вон они. Так, я до сих пор помню, что я могу это делать. Могу ли я в него кидаться? Похоже, ему абсолютно наплевать на то, что я в него кидаюсь. Эм. Дайте мне что-нибудь, чем можно в него швырять. Я же ничего не вижу. Тут летают какие-то дряни. Железные. Я помню, я читал специальное окончание, Потому что помню, что никогда в жизни у меня не получалось выиграть эту битву. А, тут можно пройти, ё-моё. Во-первых, я читал, что есть хорошая концовка и плохая концовка, Которая не получается. Так. Так оно не выходит. Как говаривают некоторые люди, не выходит каменный цветок. Эм, во что только надо стрелять? Сказали бы мне, мне бы стало намного легче жить. Мне кажется, что у меня сейчас ничего не выйдет. Эм. Признаться, не знаю, на что вы ещё можете рассчитывать, помимо своей гибели. Не слушай его, Влада. В это не помогает. В это тоже не помогает. Как-то и меня убили, естественно. Так, да, тут есть. Тут есть сохранение. Эм. Чему-то он не хотел убиваться вообще никак. Давайте проверять теории. Может быть, мне поможет просто то, что я выбью все эти штуки отсюда, и пускай они тут летают не пойми куда. Я знаю, конечно, что эта теория, скорее всего, неправильная, и никак мне не поможет. Но ради интересу. Я не знаю, на что вы ещё можете рассчитывать, помимо своих... Ну, 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 попадай. Так. Алекс говорит мне, не слушай его, Гордон, все дела. Естественно, я не буду его слушать, мне бы комбайнов ещё поубивать. Эм. Ну и да, я дошёл до какого-то конца. Э, 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 э. Э, ну ё-моё, снова падаю. Ну, кое я при смерти? Я уже умер давным-давно. Просто мне-то кажется, что я должен как-то уничтожать его сферу. Э, э, но, может быть, может быть, мне надо просто лишить её энергии для начала, а потом уже её уничтожать. Э, э, просто и выкидывать эти штуки быстро, и пытаться попадать по нему, это довольно натяжное занятие. Оно натягивает мои попытки всё это сделать. Ну, 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 давай. Попади. Шарик. А, ё. Будут ещё десятки попыток, мне кажется, и в конце концов, я ещё прервусь на то, чтобы почитать насчёт того, как же это правильно сделать. Ну, надеюсь, до этого не дойдёт. Так. Но нет. ладно возвращаемся к тому когда я дойду до конца этих да без комментариев у меня получается намного и намного лучше все это хотя меня по-прежнему убивают этика я на этом месте все-таки попробую сделать сохранение и пытаться жить уже отсюда ну естественно если я еще буду замечать кто у меня стреляет так и и я куда-то поднимаюсь комбайнов расшвыриваем просто как просто как что угодно так вот есть эта камера но она мне помогает ну и я тут пока еще иду вперед а йо-йо-йо я упал я не должен был сюда падать на видимо это не то чем бить так куда бить скажите мне надо подниматься на этих лифтах скорее всего так вот 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 я вижу лифт так сюда должно что-то доехать так вот он встал а вот он стал да ё-моё снова падаю на сохранился на месте когда я сюда прошел надо было вообще как-то сохранить немножко да ё-моё очень раздражает то что она не хочет убиваться прямо так сразу что надо каждый раз дожидаться пока он скажет о том что система жизнеобеспечения включена надо было сохранить я хотел сказать хотя бы один из шариков которыми я это все делаю но вовремя вспомнил что они вообще-то довольно быстро убиваются так да я тоже сюда еду я сюда даже встал но откуда дальше прыгать я пока вообще не понимаю так да ты меня поднимаешь ты меня поднял так спускаемся спускаемся есть главное не падать тут все стеклянное непонятно куда мне двигаться-то в эту сторону явно не надо в эту сторону да тут есть это но да но это мне не помогает ай-яй-яй-яй-яй-яй упал прямо прямо в брина я мне показалось что я мог чем-то стрелять но видимо я ошибся так ну вот брин он тут а вот лифт давай поднимай меня так 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 нет не убьете не убьете вот еще один опускайся давай опускайся есть кажется есть я пожалуй все таки немножечко помолчу насколько у меня это будет получаться я вот это место кажется сохраняемся и вспоминаем все то что я хоть как-то читал об этом то что надо просто пытаться по нему попадать по бокам да это я то не понимаю это ты не понимаешь что творишь там уже всякие летают при на попадаю по щитам или в ней надо попадать по щитам да я рушу щиты я рушу щиты так этих товарищей а сбивать не буду пытаться хотя совершенно случайно по нему попал но сбивать их себе дороже я буду тратить время на то чтобы пытаться убить их так давай 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 у меня еще есть жизни пока что так 2 осталось два щита надо бегать из конца в конец еще один еще один неужели опять пришло то самое время кажется что вы только прибыли вы сделали очень много лет за короткое время собственно вы настолько хороши что я получил несколько интересных предложений на ваш счет в обычной ситуации я не стал бы ик рассматривать но ведь ситуация весьма необычного чем обманывать вас иллюзией выбора я сам возьму на себя эту привилегию если когда ваше время придет я прошу прощение за то что кажется вам деспотичным навязыванием своей боли доктор приман я уверен вам все станет понятно после того как я не вправе сейчас говорить это между тем и здесь я исчезаю все ребята мы прошли игру half-life 2 вернее я прошел а вы надеюсь те кто начал смотреть эту игру когда я ее только начинал снимать уже повзрослели за это время почему-то у меня очень долго не клеилась с ее съемками у меня были перерывы чуть ли не на месяц я долго хотел ее забросить но все таки я дошел до конца и знаете сейчас же случилось действительно историческое событие первый раз я в эту игру играл только не помню когда она вышла она вышла в 2000 каком-то году уж не помню четвертом пятом шестом не настолько я помню всю эту историю но короче говоря прошло сколько времени прошло ну как минимум 7 лет хотя нет какие 7 лет господи 7 лет я работаю на своей работе 7 лет назад мне было 18 лет а играл я в нее когда мне было лет наверное 14 первый раз и так и не сумел завалить вот эту вот самую последнюю башню потому что думал что ее надо валить именно именно теми шарами которые дают самом начале я не мог понять что их надо просто раскидывать и идти дальше часто все вспоминается я вот как бы это правильно сказать я очень стараюсь не запороть конец этой игры конец вернее моего прохождения потому что конец игры то запороть нельзя мы его уже прошли и вэлф его сделал и все хорошо но просто у меня из детства очень мало таких воспоминаний на самом деле я вот смотрел киномана последние дни особенно дэнди мэморис это не проплаченная реклама это не что-то еще просто мне нравится вот это его настроение как он вспоминает как они в детстве когда было 7 8 лет играли во все эти дэндевские игры я не понимаю откуда можно столько всего вспомнить я вот из своего детства помню очень мало того как я это делал я помню что это было но вот как это было не помню и здесь тоже не помню как это все было какие-то моменты игры я помнил очень отчетливо естественно самое начало со всеми этими физическими загадками совсем ну короче начальные этапы последние этапы игры естественно я ее переигрывал в детстве но до последних этапов видимо не проходил поэтому они были для меня сейчас новым открытием финальной битвы я не помнил вообще и вот эти титры я вижу первый раз в жизни финальную заставку я вижу первый раз в жизни да вот это было вообще круто кстати вспомнил я ну естественно я играю в игру в стиме и в стиме я не прошел очень много ачивок не получил я вообще к сожалению отличаясь тем что я в играх ачивки у меня не получаются мне очень жалко что я не сделал ачивку например сломать телепорт в лаборатории доктора я это помню я вот я не могу не смогу сейчас найти сохранения где я это делал где я это могу сделать хотя в принципе может быть и могу мне это действительно интересно было бы не тут все старые старые сохранения не вижу я чтобы я сохранялся именно в лаборатории доктора даже не помню по не помню по порядку где это должно быть ладно это лишний повод посмотреть еще у кого-нибудь half life 2 и поиграть самим я постоянно так говорю потому что есть игры которые ну не обязательно покупать они такие проходные и хотя последний год или последние полтора года как я начал снимать и немножко у меня и появились лишние деньги появилась лишняя совесть и лишние волнения поводу того что я снимаю то чего у меня нет хотя я думаю всем на это наплевать в общем есть игры которые надо покупать и half life 2 одна из игр которые надо покупать она сейчас стоит уже не очень дорого это классика и действительно веха игр ладно не буду я возвращаться в лабораторию доктора не могу я это найти по сохранениям пока верчу надеюсь сделаете сами да вот почему-то водная преграда у меня последнее сохранение и все не буду я говорить больше на титрах тем более что музыки на заднем плане нет и многие просто не досматриваются эти разговоры которые не интересны да можно даже посмотреть на достижение 22 к 32 у меня выполнено достижений тут показано все что я сделал чего я не сделал уничтожить шесть штурмовиков в ходе я не уничтожил даже шесть штурмовиков мне надо было все-таки мочить этих двоих которые там летали но на это должно уйти просто нескончаемое количество времени пляж в голове песчаной ловушки ни разу не наступив на песок до этого я не сделал найти все тайники с лямбдами в half-life 2 да это я сделал вообще 7 к 45 господи вот сломать мини портал лаборатории пройти через ревен холм с одной играю пушкой это можно было бы сделать я просто не знал что есть такая ачивка мяч картин в картину на свалке илая это когда мы играли с песиком который в конце все-таки выжил хотя опять осталась неизвестна его судьба тоже можно было ладно прищемиться ну это сам бог велел но я за всю игру очень мало пользовался арбалетом потому что мне казалось всегда что к нему очень мало патронов он пригодится на что он там в голове водная преграда это кстати странно должен был найти убить пятерых врагов с помощью манхека что такое манхек а это наверно хэки которые такие мины которые заставляешь тогда странно они у меня вроде как разлетались ну и да уничтожить всех снайперов city 17 это когда мы бились а нет это когда мы бежали от снайперов я думал что это когда мы бились со страйдерами на крыше но похоже все таки нет наверное это было раньше тоже странно что я это не сделал но все таки я сделал три четверти ачивок тоже как-то неплохо все наверное и давайте хотя ладно спрашивайте будут эпизод 1 будет эпизод 2 я не знаю прямо так сразу их наверняка не будет потому что я устал от 2 устал от попыток ее записать устал от вообще этого жанра шутеров мне хочется каких-нибудь приключений чего-нибудь такого цветастенького я очень хочу записать одну игру которая вышла не так давно которая вот тоже такая же ностальгия как от игры которая вышла не так давно может быть ностальгия вы вполне можете узнать все поздравляете меня это можно заносить в аналы к сожалению я не сделал это за 40 серии сделать за 39 серий но по времени прохождения это действительно можете посмотреть на то когда была первая серия по hell 5 2 и ужаснуться и если смотреть начальные серии еще понятно почему я все это хотел забросить потому что у меня как-то получалось плохо плохо кодировалась плохо я не знал чего говорить но в конце концов закончил все это был курящий из окна надеюсь вам понравилось смотрите подписывайтесь до свидания пока пока и не отписывайтесь будет интересно все пока